всем огромный при огромный привет я рада видеть вас на своем канале надеюсь вы рады меня слышать ребят поговорим мы с вами о канале ольга уралочка лайф и у нас с вами разбор полетов я еще пока не читала комментарии на уральском канале вы знаете потому что когда я только начинала смотреть влог и записывать обзор я видела сколько было хвалебных от поэтому и не стала читать и знаете почему то подумала что там идет зачистка сафарик тщательно чистить и хотела бы поговорить я на тему бани вы знаете после просмотра влога я сделала определенный вывод для себя что весь влог был посвящен именно бани уралка пыталась сделать акцент только на том что к ней туда придет сафар и видимо не только акцент она пыталась сделать она когда только туда приехала она видимо мечтала о том что он придет к ней и об этом же надо было заявить на весь мир чтобы все завидовали до чтоб обзавидовались что к ней муж пришел в баню сам сафар соизволил к ней и зайти и это все надо было растрезвонить на весь мир причем трезвонить это бесконечно в видеоролике ой как в баню хочется ой сейчас мы бы эту баню натопим и сейчас уже туда пойдем ой я как вспомню как я сафара там парила как отгрохла его веником и как он с той полки свалился и готов был убежать от нее я представляю ребят уралку с веником и по этой дороге до дачной мчится сафар за ним уралка с веником вы можете себе представить ребят эту картину вы знаете хоть бы для начала не позорилась да почистила эту баню целый год они не были в этой бане и хоть бы попромывала повытирала эту прошлогоднюю пыль и мне кажется до лампочки ей была эта грязь до лампочки ей главное заявить на весь мир что в бане она была не одна а ведь знаете вот могла бы и скромно сказать да помылись помылась я потом сафар помылся с абдугани нет нет она сказала пошла я первая потом сафар ко мне пришел до сафар ко мне пришел я представляю ребят в каком шоке был абдугани да и это она заявила на весь мир якобы завидуйте молча ко мне сам сафар пришел мне 53 ему 35 вот и думайте как я могу завлекать мужчин хороший комментарий написала галина семенова у меня такие соображения после просмотра ролика ужас это старая похотливая женщина во время мусульманского поста мусульманскому же подростку рассказывает о своих ролевых играх в бане с его отцом тем самым рушит все мусульманские каноны и стереотипы которым его учили с раннего детства о морали и правах и обязанностях женщины в таджикской семье там женщины вообще спят в другой части дома парни же явно внушили таджикские родственники что уралка папаши никто или тетя у которой снимают жилье и она дает работу а уралка этим аморальным приемом специально хочет показать абдугани а заодно и всем всей ютубовской помойки да ребят именно помойки она же так назвала youtube что это доказательство того что его папа ее законный муж раз они голые в бане видят друг друга и она же женщина порядочная так как в бане если и моется то только законным мужем она специально провоцирует и активно муссирует банно-прачечную тему в своих развратных интересах галь я согласна просто с каждым твоим словом это просто шок это просто шок уралки 53 года а на самом деле вот смотришь на нее и думаешь настолько озабоченная и голодная престарелая бабища неужели и правда у нее один разврат в голове прям слушайте какая-то похотливая и все время же ржут вдвоем с сафариком то сказановый то там сафарик грудку куриную да представил в пост женскую и гогочут огурец кабачок морковка у них сразу идет в сравнении сами понимаете с чем да и леденцы как вспомните леденцы ребят так вздрогну да короче уралочки удалось до рассказать о своих прихотях и похотях фу и о своем разврате в голове ну то что она развратная женщина тут уже понятно дураку но чтобы до такой степени чтобы слушайте трезвонить об этом на весь мир и вот не стыдно же бабе а 53 года не стыдно же тут знаете родители в основном при детях я не говорю про мусульман просто просто в обыденной жизни родители при детях боятся слова сказать да а это тут не только при ребенке а на весь мир три звонит завидуйте я в бане да и мой живот получит сафар которому 35 лет чтобы все обзавидовались и стекли соленой и мечтали о таком сафарике и хвалят же хвалят же сафарика вон какой молодец трудится а ручки золотые конечно трудится это сколько труда надо в бане уралку вымыть вы можете себе представить самое смешное это туалет когда она его показала не открыла правда не открыла но сказала что большой какой он должен быть а какой он должен быть если он маленький так уралка что-то не пролезет а маленькой то она и не была видно сколотили специально для нее я и говорила благо мухи оттуда не летели из этого туалета поэтому она и показала пока еще нет такого солнца и нет столько мышкары да еще и не размёрзлась там все внутри знаете нет чтобы хоть какое-то тепло да подарить этому пацану который до сих пор играет в игрушечки совсем детские да она трезвонила лишь бы о чем а когда сидели вдвоем было заметно да что абдугани так вот на нее облокотился и видно было что вот ему хотелось да ему хотелось он ее похлопывал ему хотелось чтобы она его взяла и обняла да но уралка как сидела так и сидела и с места не сдвинулась видимо думала что ее за это похвалят что вон абдугани как жмется к ней а что ж ты его мачеха не обняла только про разврат готова была ляпать своим языком они внимания оказать ребенку которого ему возможно на тот момент на даче как раз таки и не доставала кстати в конце видеоролика когда уралка счастливая намытая да что сафар повымывал все все складки ей стояла с абдугани и рассказывала что абдугани испугался но она сказала маленько испугался а абдугани ответил что не маленько а очень испугался я ребят задумалась а чего он так сильно испугался слушайте может он и правда уралку увидел и в шоке был нет ну чего можно испугаться чего можно испугаться неужели там действительно прям жар такой был сумасшедший ему было душно ему было жарко ну тогда в таком случае уралке такая жаркая баня не подходит потому что ну вот многие у меня в комментариях писали о том что вот почему она не может в бане посидеть она может и погреться посидеть и помыться ну тогда чего испугался абдугани ребят чего он мог испугаться вот скажите если там не жарко куда уралочка в сильную парилку пойдет со своими болячками с сахаром с давлением с суставами да там у нее целый букет да и куда она пойдет в парилку где невозможно находиться я не думаю что она пошла в такую прям жарень и позорница хоть бы полотенце поменяла висели по бокам у зеркала прям самые настоящие половые тряпки я все понимаю я все понимаю дача туда худшие ну тогда не снимай ты это худшие так вот ребят мили правда интересует почему мог испугаться ребенок бани ну ладно он не видел бани но все равно же как-то в таджикистане он мылся не ходил же он там грязный я не думаю что у них там крутые душевые кабины как-то же он там мылся чего пугаться было бани и ребенок слушайте в конце стоял пристально следил за папанькой вы заметили как он прям не сводил с него глаз ждал пока папанька даст приказ помахать ручкой и поглядывал на него боялся что якобы абдугани что-то может не так сделать вот как раз таки в самом конце это очень очень заметно видимо я говорю что перед съемкой сафар дает такие там наставления этому пацану что можно что нельзя а вы слышали как он свистнул да когда сафар вот эту вот штучку распылитель этот в руках держал чтобы тот якобы не поломал первая уралка там чё-то рота раскрыла а потом сафар они даже друг к другу нормально обращаться не могут вот такая вот в их семейке культура а вообще ребят помойка и мерзкий разврат это как раз таки главная тема канала ольга уралочка лайф ну еще можно добавить обжорство ну а хомяков можно как раз таки отправить в помойку ну раз уралочка сказала что youtube это помойка значит хомяки на ее канале помоечные да так что канал ольга уралочка лайф можно смело назвать помоечным каналом с развратом и помойными хомяками но она сама так выразилась да и готова она терпеть эту помойку ведь ей за помойку платят деньги в общем ребят пишите что думаете вы по этому поводу оставляйте свои комментарии оставляйте свое мнение но я хочу напомнить что это лично мое мнение и я его никому не навязываю каждый вправе думать по-своему потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному и это нормально жду ваших комментариев жду вашего мнения прекрасного всем настроения позитивных эмоций мирного неба над головой любви добра понимания и конечно же здоровья берегите себя берегите своих близких ну а я вас обнимаю всем пока пока